Я буду выполнять свои обязанности в меру своих возможностей. Барретт, третья по счёту судья Верховного Суда, назначенная президентом республиканца. Погода в Москве, плюс 9 градусов в городе, пасмурное давление 755 миллиметров ртутного столба. В течение дня ожидается до плюс 12 и без осадков. Константин Мирошников, служба информации, Эхо Москвы. Радио Кировград Для слушателей старше 16 лет СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Дарьёта Позлеева и Анна Лапшина. Всем доброго дня. В прямом эфире мы сегодня работаем. 211-101 номер нашего телефона. Я, правда, не знаю, смогут ли слушатели нам дозвониться, чтобы высказаться по поводу вчерашних, ну, фактически уже поздно вечерних событий. Вчера около 8-9 вечера стало известно о том, что задержан экс-глава администрации Кирова Илья Шульгин и исполняющий обязанности директора Управления дорожной и парковой инфраструктуры Кирова Алексея Шутинов. Алексею Шутинову уже избраны меры пресечения. Подписка о невыезде. Он допрошен в качестве подозреваемого. Эта информация появилась еще вчера вечером. Вот что с Ильей Шульгиным. Сейчас попробуем послушать официальный комментарий Следственного управления Следственного комитета. Мария Меркулова его озвучит. Сразу скажу, что там, ну, вот только официальная информация, та, которая сейчас может прозвучать, как сказала нам Мария. Да, сейчас звукорежиссер показывает нам, что сейчас как раз этот комментарий готовится. Буквально вот он через минуту, наверное, прозвучит. Насколько я вообще понимаю, информация появилась чуть раньше. Информация появилась днем. Но СК, по-моему, сначала ее опровергал. Это было очень смешно. Как и водится, да. Как всегда, да. Да, есть комментарий. Давайте мы его послушаем. Мария Меркулова, помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области. В декабре 2019 года исполняющий обязанности директор муниципального казенного учреждения управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова. Действуя от имени в интересах муниципального образования, заключил контракт на поставку 19 специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото-кино-видеозаписи, для обеспечения контроля с дорожным движением на общую стоимость не менее 21 миллионов рублей. В процессе приемки поставленных технических средств были установлены их несоответствия требованиям, предъявляемым аукционным техническим заданием. Несмотря на это, по указанию Ильи Шульгина, на тот момент являвшейся главой администрации города Кирова, указанные технические средства были приняты. В настоящее время следователи Следственного управления Следственного комитета России по Кировской области проводят комплекс следственных действий, выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении исполняющего обязанности директора управления дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова Алексея Ишутинова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, он допрошен в качестве подозреваемого. Второй фигурант уголовного дела бывший глава администрации города Кирова Илья Шульгин задержан, допрошен в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения. Расследование данного уголовного дела продолжается. Ну вот это такая стандартная конструкция, которую обычно, когда и высоких, и не очень высоких чиновников задерживают, Следственный комитет всегда озвучивает. Я пыталась выяснить, можем ли мы сейчас получить информацию о том, когда будет избрана Илья Шульгину мера пресечения. Все, что я могу пока сказать, это история с тем, что по закону есть определенное время, определенный срок на то, чтобы следствие это сделало, да, решение, насколько я понимаю, принимает судья. Мы сейчас у Яны Чеботарева юриста, с которым пытаемся связаться, спросим, как это процедурно обычно происходит, и почему до сих пор, собственно говоря, нет этой информации. Ну и можно ли по мере пресечения, которую изберут Илье Шульгину, судить о том, насколько там с тяжелыми последствиями для него будет продвигаться вот это вот расследование. Так что пробуем, пробуем сейчас набрать людей, всех набираем с колес. Да, слушай, мне вот вечером тоже вчера, когда писали эту новость, мне почему-то показалось, что фабула сама вот этого дела очень напоминает Палюха. Да, и даже нет, это, насколько я понимаю, это разные истории. И вот, к сожалению, большому следственный комитет не может нам выйти напрямую с нами в комментарии и какую-то информацию озвучить, тайна следствия, все. Да, но там же тоже связано с комплексами видеофиксации, насколько я помню. Ян Евгеньевич, добрый день. Да, Аня, добрый день. Хорошо ли нас слышно, Ян Евгеньевич? Великолепно. Великолепно. Скажите, пожалуйста, вот до сих пор следствие не озвучивает информацию по мере пресечения. Правильно ли я понимаю, по Илье Шульгину, правильно ли я понимаю, что есть промежуток какой-то, в который это решение принимается, да? И что по тому, какая будет мера пресечения, можно судить там о тяжести последствий, что называется? Ну да, безусловно, вы абсолютно правильно понимаете. Когда человека задерживают, отводится трое суток для того, чтобы суд избрал ему меру пресечения на основании ходатайства следователя. Меру пресечения избирает исключительно суд. Следствие само не может поместить кого-то под стражу на трог свыше трех суток, который Уголовно-профессиональный кодекс отводит как раз для решения вопроса по мере пресечения. Если Илья Вячеславович в настоящем ременте и задержится под стражей, то в статусе задержанного, не арестованного, не помещенного под домашний арест и так далее. И сейчас в течение установленного законом времени, 72 часа, следствие должно будет выйти в суд, представив свои аргументы для того, чтобы суд уже определился с мерой пресечения. Вот по тому, какая будет эта мера пресечения, просто смотрите, у Алексея Ишутинова, у исполняющего обязанности директора управления дорожной и парковой инфраструктуры, она уже известна. Это подписка о невыезде. Мы сейчас пытаемся понять, какое будет решение в отношении Шульгина. Вот это может быть мера, связанная с ограничением свободы, связанная с лишением свободы, с помещением куда-то. Можно ли судить по ней, насколько тяжелые претензии к Илье Шульгину в следствии? Ну, мера пресечения, которую избирает суд, имеет своей целью обеспечить исполнение задач уголовного судопроизводства, то есть не дать возможности подозреваемому скрыться, помешать следствию установить истину. И в данном случае, традиционно, если избирается мера пресечения, не связанная с лишением свободы, ну, это, как правило, означает о том, что либо подозреваемый действительно не представляет никакой опасности, либо он активно сотрудничает со следствием. То есть, если, например, это будет СИЗО, тут мы понимаем, что там все прям вот, очень большие претензии у следствия к Илье Шульгину, там, да, или, например, следствие опасается, что он может там уехать куда-то, да, или на кого-то оказать давление. Да, в давлении, все правильно. А если это там домашний, а домашний арест, это ведь связано с ограничением свободы, правильно? Ну, конечно. То есть подписка это другое немножко. Подписка о невыезде и надлежащем поведении это самое легкое и необременительное для подозреваемого мера пресечения. А тот факт, что человек постоянно проживает в другом регионе, как-то влияет на меру? Безусловно, безусловно. Потому что следствие, если ведется в городе Кирове, как можно дать господину Шульгину подписку о невыезде, если у него здесь даже нет ни в дежу. Или домашний арест, потому что не очень понятно, где, да, отбывать это, ну, как бы... Ну, в части домашнего ареста можно снять, арендовать квартиру достаточно быстро, оформить надлежащие документы. То есть это вопрос и решаемый. Но здесь самое важное и самое интересное, какую меру пресечения запросить следствие. То есть на нее мы ориентируемся. Пока предполагать не можем. Ян Евгеньевич, скажите, пожалуйста, а вот то, что инкриминирует Илье Шульгину и Алексея Шутинова, превышение должностных полномочий, насколько это тяжелая статья? Ну, она относится к категории тяжких, в зависимости от последствий. Тут нужно понимать, какую часть 285-й статьи следствия и будет менять. Но по своей распространенности это следующее за получением взятки статья Уголовного кодекса, по которой очень часто привлекаются служащие либо муниципальных образований, либо государственных служащих. То есть не взятка, но ничего хорошего тоже нет, да? Ничего хорошего нет. Ну, вот эта история... Стараемся, собственно говоря, по чистоте применения статьи. По этой истории, вот если мы проанализируем судебную практику в стране, в отношении чиновников, например, крупных таких чиновников, насколько часто там выносится условное наказание, насколько часто наказание связано с лишением свободы? Ну, встречается и то, и другое. Бывают и условные наказания, бывают и судебные штрафы, бывают и лишения свободы. То есть здесь, еще раз, Аня, прогнозировать что-то в уголовном деле, не зная фабулу, это полезно. Очень сложно. Ян Евгеньевич, ну у меня такой человеческий вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы вообще, ну вот могли ожидать, что что-то подобное будет там в отношении Ильи Шульгина? Да, безусловно, безусловно, безусловно. Ко мне самому обращались бывшие сотрудники администрации города Кирова, которые уже после ухода Ильи Вячеславовича вызывались на допросы. И как раз по тем вопросам, которые им формулировали, ну вытекало, что большое количество претензий правоохранительных органов непосредственно к Ильи Шульгину. Ага, понятно. То есть, видимо, там уже какие-то движения начинались, да, в тот момент? Ну, наверное, очевидно. Да, Ян Евгеньевич, еще такой вопрос. Я понимаю, предполагать сложно, да, мы тут с Дарьей сейчас в студии сидим и думаем, могут ли быть связаны там вот претензии к Илье Шульгину, например, и те претензии, которые сейчас предъявляются бывшему министру информационных технологий и связи Юрию Палиху. Там тоже, по-моему, что-то связанное с комплексами видеофиксации. Могут, Аня, но, опять же, это только лишь предположение. Поэтому предлагаю дождаться дополнительной информации, уже оценивать ее. Я думаю, что достаточно недолго нам осталось ждать. Спасибо большое, Ян Чеботарев, юрист, был с нами на связи. Да, Яну Евгеньевичу благодарим и отпускаем. Будем следующего нашего эксперта набирать. Ну вот смотри, тоже интересный, да, немного такой момент в плане заинтересованности правоохранителей в тех или иных лицах. Почему-то чаще всего эта заинтересованность появляется уже после того, как человек покинул пост. Хотя, казалось бы, коррективы в чью-то деятельность стоит выносить тогда, когда она осуществляется. Но здесь Шульгин когда у нас ушел? А, это, кстати говоря, было, насколько я помню, ведь январь это был. И там, причем, такая была странная история. Но я сейчас думаю, что нам депутаты городской думы, с которыми мы будем связываться, это пояснят. Там ведь Илья Вячеславович, перед тем, как ушел в отставку, какое-то время в городе, по-моему, не было его. То ли в отпуске он был, то ли еще что-то. И у меня вообще ощущение, что какое-то наслоение просто. То есть вот эти декабрьские события, которые ему инкриминируют, я вот, честно говоря, не помню. Но, по-моему, Шульгин как раз в этот момент как-то очень эпизодически здесь был в Кирове. Может быть, я что-то путаю. Вот сейчас мы у депутатов спросим, уточнимся, потому что мне кажется, что все-таки вот как-то... А в смысле, что ты имеешь в виду, что его в этот момент не было в городе? Я имею в виду, что это момент уже, когда Илья Шульгин собирался покидать наш город. Потому что информация о том, что он уходит, либо там его уходят, она появилась и курсировала в течение нескольких месяцев до момента, как это свершилось все. Поэтому вот ощущение такое. Я не знаю, то есть это было не в момент его активной деятельности здесь, активного присутствия в информационном поле. Но, тем не менее, насколько я поняла, то, что удалось вчера почитать, компания, которая, как я понимаю, компания, которая выиграла этот контракт... Этот конкурс. Конкурс, да. Это какая-то компания из Татарстана с уставным капиталом в районе 12 тысяч рублей и одним штатным сотрудником. Ну, в общем, что-то вроде такого. Какое-то очень маленькое предприятие. Да, но, с другой стороны, я думаю, что если посмотреть в принципе вообще контракты, то очень часто именно какие-то такие маленькие конторки, сопряженные с какими-то другими крупными организациями, чаще всего, и выигрывают вот такие подряды. Поэтому тут, конечно, нужно разбираться и смотреть, наверное, мы не можем. Владимир Журавлев с нами на связи, депутат Кировской городской думы. Владимир Вениаминович, добрый день. Да, мы сегодня очень коротко эту историю разбираем с Ильей Шульгином. Скажите, пожалуйста, ожидаемым это стало для вас или неожиданным известием? Ну, во-первых, это ожидаемо. Я хочу сказать, что задача депутата, в том числе, проводить независимые депутатские расследования и контролировать действия администрации города и, в частности, главы администрации. То есть вы ждали, что это случится? Да, мало того, я хочу сказать, что это бы случилось еще в апреле года, в апреле этого года, но из-за пандемии коронавируса это оттянулось. Я хочу сказать, что вот это связано очень плотно как раз с задержанием министра информационных технологий господина Палюха. Вы думаете, эти две истории связаны? Это однозначно связаны. Просто Палюх сел за областной уровень, а у Шульгина это городской уровень. Это два как бы проекта, но фирма, которая это выполняла и делала, и схема, она была идентична. Да, Владимир Венимирович, скажите, пожалуйста, идентична или та же самая фирма, вы говорите? Ну, это та же самая. Та же самая фирма? Это та же самая. Но вот мы предполагаем, что это некая компания «Универсал-М» из Татарстана. Совершенно верно. Она, да? Да. А это... Смотрите, какая ситуация. Я хочу сказать, на этом не заканчивается, вот, посудяно. Мы считаем, что до десяти проектов, которые были ввели, я даже их могу перечислить, у нас есть претензии. И я думаю, что правоохранители это поддержат. Во-первых, это энергосервисный контракт, мы возвращаемся в него. Это постройка горя проекта котельной, газовой котельной в Ресниках, которую сейчас Павел Коплюс переделал полностью, потому что это смех был. Это не был проектом, а деньги бюджет потерял. Это вот проект рекультивации свалки в Кустину, мы считаем, что это тоже был вопрос. Затем концессия, затем уборка снега, организация, когда тоже татарская фирма, казанская, заходила, да? Это ЦДС, когда тоже казанская фирма зашла, центральная статистическая служба, которые там тоже наворотили, того долгов нас ввели. И это еще порядка, вот, где-то около десяти эпизодов, которые сейчас инициируются к проверке и к осуществлению. Ну, и самое главное, у нас есть у депутата в городской думе претензия к губернатору. Он не несет разве ответственности. То есть это кадровое решение было 100% господина губернатора нашего Васильева. И уже это четвертый случай. Смотрите, Плиткова, Палев, Ширгин, Миссинского хозяйства. Теперь Ширгин. Мне кажется, нашему губернатору пора, давно пора в отставку. Или выражаете языком, у нас такое ощущение, что куча вокруг него сгущая. Он не мог. Я знаю, что по некоторым проектам, которые у нас претензии к Ширгину, по крайней мере, губернатор о них был точно извещен. А весь вопрос, или это было недопонимание, или халатность, да, или это осознанное действие, потому что он никак на это не реагировал. А Костя на свалку вы упомянули, а там какие претензии? По-моему, ранее ее никогда не упоминали. Во-первых, вы представляете, там была должна быть казанская фирма, выиграна. Они отрезали всех хирских проектировщиков от этого, да, назначив там 52 миллиона. Вот должна была зайти казанская фирма, которая получила заказ на разработку проекта за полтора миллиона, по-моему, рублей, на подготовку тех заданий. И вы знаете, и там такие сроки указывали, что это было нереально сделано там за три месяца. Это нужно было в год на проведение этих работ изыскательских. А они просто были подготовлены, был заточен конкурс под эту казанскую фирму, которая сделала тех заданий. Она же уже проект подготовила. То есть там настолько все очевидно, потому что я думаю, что это будет следующий эпизод в деле господина Шульгина. Простите, пожалуйста, а вот этой казанской фирмы депутаты во время присутствия здесь, Илья Вячеславовича, как-то там занимались, нет? Узнавали, что это за организация? С кем она связана? Конечно. Ну, потому что мы тут удивляемся, там уставный капитал 12 тысяч и один человек в сотрудниках. Ну, как может эта компания выигрываться? Ну, вот о чем и речь. О чем и речь, вы знаете, и они все считают, вот эти чиновники-коррупционеры, что в гражданско-проголовном, это все законно. Ребята, это как с Парком Победы, а в уголовном там столько кучи вопросов появляется. Это как на Вятостадоре посадили директора Викулова. Там тоже самое, казанская же фирма сделала проект. И там все стало на место, и человек получил 3,5 года, и наверно. В итоге что это за фирма-то казанская? То есть она кому-то принадлежит или что? Нет, они просто договорились, там был такой помощник у господина Шубина Чибишев, да, известный, который банкрот, у которого долгов там на полмиллиарда рублей, который был здесь у него якобы на общественных началах именом, занимался, по мнению депутатов. Вот как раз организация этих вопросов поисков в Татарстане, людей, которые бы в нашем предположении за откат, потом, опять же, это осуществлял господин Шибишев, а не напрямую господин Шубин, вот эта как бы связка, она работала и осуществляла свою деятельность. Все понятно. В интересах себя. Владимир Вениаминович, я прошу прощения, очень мало времени у нас, да, это пока только предположение, да, все верно? Ну, вы знаете, вот мой опыт, подходы, мы знаем, что мы документы собирали, но вот из этих 10 эпизодов, 5-6, это железные эпизоды, просто они требуют времени, требуют следственных действий, допросов очень большого количества людей, но там выводы будут, они вообще глобальны, не стратегические. Вы предполагаете, что еще претензии будут у следствия? Ну, я предполагаю, что как минимум 5-6 эпизодов будет, а в разработке сегодня уже до 10, и мы еще прибавляем, 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 ищем, смотрим документы. Фактически любая деятельность, безусловно, не знаю, куда ни плюс, она была не в интересах, к сожалению, города. Она формально там, да, это вроде бы городу нужно, но за какие деньги и кто должен делать? Спасибо большое. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, был с нами на связи. Сейчас еще одного депутата выслушаем, если успеем его набрать, конечно, до перерыва, очень я на это надеюсь. Продюсер наш сейчас как раз нам помогает в этом. Маша Кожевникова, и большое спасибо. Слушай, это удивительное дело, да, Киров, который постоянно фигурирует в списке городов там с самой маленькой зарплатой, с самым низким уровнем жизни, один из самых бедных регионов, и практически каждый следующий руководитель, по крайней мере, по версии следствия, умудряется на чем-то здесь навариться. Ага. Денис Ерохин с нами на связи, еще один депутат Кировской городской думы, еще один, кстати говоря, критик Лиа Шульгина. Денис, добрый день. Добрый день. Да, вот ваш коллега Владимир Журавлев сейчас вот до вас озвучил нам длинный список претензий к Илье Шульгину, который может появиться у следствия. Там много проектов, так скажем, и Дарья, пока мы вас набирали, задала вопрос, она говорит, очень странно вообще бывает, вроде Киров такой бедный регион, который везде имеет репутацию и города, и региона. Тут поживиться-то нечем, и у нас каждый следующий руководитель, приходящий сюда, что-нибудь, да, вот, отчудит такое. Я не знаю, это место проклятое, что ли? К сожалению, да, то есть у нас, знаете, уже, как я уже говорил, неоднократно городу патологически не везет с руководителями, что не руководитель тот жулик, как мы узнаем, да, то есть скрываем какие-то истории. На самом деле, я думаю, что сейчас предъявил Следственный комитет Шульгину, это один из эпизодов. Эпизодов, я уверен, что их будет несколько, ну, думаю, что где-то, может, 5-6-7. Но, как бы, то, что мы и потеряли 10 лет при Быкове, и то, что потеряли при Шульгине, хотя мы за него единогласно голосовали, потому что, ну, казалось, что хуже там Быкова быть не может никого. Вот этого жулика, которого сейчас все ждут, как бы, туда, да, у которого. Но, тем не менее, как бы, приходит другой и делает это же самое. Ущерб, ну, я думаю, что мой коллега уже, как бы, озвучил, которые претензии, которые есть, повторяться, наверное, смысла нет. Это, ну, и проекты многочисленные, да, то есть и дороги, и всякие подрядчики непонятные, которые там из Казани вдруг откуда-то появлялись. Поэтому, я думаю, что тут будет примерно такая же история, как у Быкова, ну, она будет не завтра, то есть она там будет в течение какого-то времени, в следствии, я думаю, тщательно будет там всю эту деятельность разбирать. Поэтому, я еще раз говорю к тому, что, ну, нам необходимо все-таки и выбирать главу администрации, там, мэра, как угодно, как это раньше было, чтобы ответственность несли все граждане, все жители нашего города. И, ну, и как-то, наверное, это все-таки должны быть местные, а не приезжие, которые, ну, с непонятной мотивацией на небольшие зарплаты едут и вот пытаются что-то сделать. То есть единицы чиновников, которые едут сейчас за карьерой, за каким-то дальнейшим, может быть, продвижением, за каким-то опытом и так далее, в основном едут, конечно, ну, то, что мы соблюдаем, как говорится, что-то сделать, какую-то схему придумать, что-то украсть там, ну, и так далее. То есть это и руководители муниципальных предприятий, вот как при Шургине было, директор АТП после его ухода сразу уехал, директор ГДМС, ну, все, то есть они по команде приезжают, по команде выезжают, ну, знаете, вот какие-то добеги на наш действительно, как вы сказали, небогатый город. Поэтому, ну, честно говоря, я думаю, что все жители уже просто от этого устали и надо когда-то это, ну, просто, не знаю, жестко останавливать и принимать какие-то вообще кардинальные решения для того, чтобы такого не было. Да, Денис, я прошу прощения, что перебиваю, у нас просто очень там ограниченное время, скажите, пожалуйста, но ведь именно Илья Шульгин, на самом деле, вот насколько я помню, называли его человеком, который дело Парка Победы раскрутил. То есть еще одной рукой, получается, боремся за правду, а другой не боремся? Ну, первое, да, что он сделал, как бы, и все его убеждали, и общественники, и депутаты, что необходимо, как бы, обратиться с ущербом городу по Парку Победы и, да, это действительно его, как бы, заслуга, то есть, что он, в принципе, оттолкнул эту историю. Ну, знаете, как бы, одной рукой делать что-то хорошее, другой воровать, ну, наверное, это не, как бы, ну, не пояснение тому, что, ну, как бы, я украл, но я же по Парку Победы сделал, там, поэтому дайте я украду, что ли? Ну, конечно же, нет, то есть, как бы, ну, надо быть системным человеком и просто, ну, если ты пришел по власть, пришел в главу администрации, ну, сделай что-то для этого города в течение какого-то времени, поработай на благо города. Ну, в дальнейшем, ну, какой-то рост, может быть, там, если имеется в виду, ботивация для себя или еще что-то, ну, просто для того хотя бы, чтобы сказать себе, что, ну, я сделал вот это, вот это и вот это. Ну, к сожалению, вот они сделали что-то хорошее, ну, видимо, потом все-таки соблазн, вот, денег перевешивают и начинают делать какие-то схемы, поэтому... Ну, вот смотрите, Денис, вот взять того же самого Быкова, ну, пусть он не родился там непосредственно в самом Кирове, но провел здесь значительную часть своей жизни, ну, то есть можно условно хотя бы назвать его кировчанином. То есть это абсолютно никак не повлияло на его желание, там, урвать кусочек пирога. Настолько ли влияет действительно, то есть родился ты в Кирове, не родился? Ну, нет, я не то, что прородился, но то, что, как бы, все равно надо быть каким-то патриотом своего города, ну, Быков не может являться патриотом своего города, большую часть прожив не здесь. Это первое. Вот. Второе, ну, что-то мне подсказывает, что на Шульгине там не остановится у нас главы администрации, ну, не перестанут садить. То есть это мое предположение, опять же. Вот. Поэтому я думаю, что, может быть, будут и следующие какие-то истории. Поэтому, хотя у нас сейчас глава администрации, он тоже местный, он вообще даже родился с Кирой, но, судя по, ну, вполне вероятность, что история может быть, ну, та же самая. Мы не можем только предполагать на сегодняшний день, так же, как мы предполагали по Шульгину. Слушайте, вы этого-то главы администрации? Да, пожалуйста, продолжайте. Продолжайте, продолжайте, Денис. Да, поэтому я говорю, что да, это действительно не по-настоящему, это зависит от человека, то есть какие у него цели, для чего он идет во власть, для чего он идет главой администрации, где большая достаточно ответственность перед жителями, перед сама, ну, вообще, то есть там все пристально за тобой смотрят, там прокуратура, органы правоохранительные, там, и так далее, и вот в этих, ну, все они это понимают, то есть один буквально вот, ну, вот этот же Шульгин, как вы говорите, по парку Победы, он оттолкнул уголовное дело, и тут же сам делает то же самое. Ну, честно говоря, я не понимаю, что в голове у этих, как бы, самых людей, поэтому я очень надеюсь, что когда-то мы все-таки увидим вот порядочных, честных людей по главе нашего города. Да, мы тоже очень на это надеемся, вынуждены прервать нас, нужно уходить нам на рекламу. Это был Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. Полторы минуты, пауза. Программа «Дневной разворот» продолжается. Мы очень надеемся на то, что продюсер наш сейчас подбежит к телефону и начнет набирать нам следующих наших экспертов, потому что времени до конца эфира все меньше. Я напомню, что разговариваем мы о задержании Ильи Шульгина. Произошло все это накануне, ну, по крайней мере, Следственный комитет об этом официально сообщил накануне. Впрочем, накануне же он эту информацию опровергал несколькими часами ранее. Но вот, тем не менее, Илья Шульгин, Алексей Ишутинов, насколько я понимаю, по одному и тому же делу проходят. Меняется им злоупотребление полномочиями. Дело касается контракта на поставку комплексов фото- и видеофиксации, правильно ведь? Совершенно верно. 19 камер для контроля за дорожным движением, общая сумма не менее 21 миллиона рублей, превышение должностных полномочий. Алексею Ишутинову уже избрано мера пресечения. Эта подписка о невыезде не связана с лишением свободы, с ограничением свободы. Но есть ограничение небольшое, незначительное, самое мягкое мера пресечения. Илье Шульгину мера пресечения пока не выбрана. Есть у следствия на это несколько дней, можно сказать, пока он в статусе задержанного находится. И, как говорят наши эксперты, может быть так, что именно по мере пресечения, по тому, какой она будет, можно будет судить, насколько серьезные, значительные претензии у следствия. Есть какая-то договоренность со следствием, какое-то соглашение о сотрудничестве у Ильи Шульгина или нет его? Ну да, хотелось бы еще отметить такой момент, что пока, по крайней мере, в той фабуле дела, которую пишет Следственный комитет, не фигурирует сумма ущерба. То есть непонятно, какой урон был нанесен бюджету города. Ну вот 21 миллион. 21 миллион – это стоимость камер, насколько я понимаю. Стоимость контракта. Стоимость контракта. Но даже если мы примем во внимание тот факт, что, например, камеры были поставлены хуже по качеству, чем планировалось, то есть они все равно сколько-то стоили. Ну, естественно, да. Но мы помним эту историю с Никитой Белых, которому вменяли 16 миллионов. Нет, не с Никитой Белых. С кем это была тогда история? С 16 миллионами. А, с Навальным же. С Навальным. С Навальным, да. С Киров лесом. Григорий Францев у нас на связи, представитель Федерации велосипедного спорта Кировской области. Гриша, добрый день. Да, добрый день. Да, добрый день. Очень хочется, чтобы все-таки мы про Илью Шульгина сказали что-то и хорошее тоже. Потому что вот сейчас я вспоминала, что дело Парка Победы именно он двинул там, да, в сторону уголовного вот этого вот процесса. И Илья Шульгин, там, несмотря на все те претензии, которые сейчас высказывает ему следствие, все-таки оставил, ну, впечатление, по крайней мере, по первому там году своей работы, человека довольно энергичного, который в городе что-то хотел менять. И, насколько я помню, и вам он тоже помогал Федерации. Да, безусловно, нам он очень помог в плане организации вообще нашего велосипедного движения, в плане развития, так сказать, первых шагов в развитии велосипедной инфраструктуры города, это Филетий Лопарк, это и проведение очень крутого велосипедного парада. Самое массовое, ну, и в целом, как бы, реально осталось, у меня к нему очень хорошее отношение, потому что вот он создал впечатление, к которому наш город реально небезразличен. То есть, то, что он проводил урбан-форумы, то, как он там, скажем, настраивал работу вокруг себя, единственное, что ему достался наш город не в лучшем виде, соответственно, как бы, очень большие сложности. И вот, мое мнение, что, скорее всего, если какие-то такие моменты были, связанные с, скажем так, вот, с какими-то подписаниями бумаг, что это, возможно, было сделано не с какой-то корыстной целью, а, с точки зрения, может быть, просто понаделась на каких-то своих помощников, что они там будут более компетентны, еще что-то. То есть, мое мнение, что это просто, и, возможно, ему кто-то мстит как раз за те нововведения, те изменения, которые были иначе в нашем городе. И, кстати, многие из них продолжаются сейчас, вот, и до него, в городе вообще, не знаю, было очень как-то так грустно жить, а вот с его приходом, так сказать, намекались положители тенденции. Надеюсь, что не будет дальше продолжаться, а что у Рича Салыча, ну, что будет хорошо, и все продолжения какие-либо не были с ним. То есть, вы не верите в то, что человек это делал по, там, корыстным каким-то, да, соображениям? То есть, скорее, либо недомыслие, либо, может, какие-то там, не знаю, документы не посмотрел, еще что-то? Ну, в любом случае, в городе министра очень большой документный оборот, проходящий через него в течение дня, возможно, что-то было просто там упущено, незамечено. Но, по сути, сами, если вы работаете изначально в, скажем так, условно недружелюбной обстановке, то будете ли вы себя подставлять такими-такими вещами? Я думаю, что это вот просто, ну, глупый ход, с точки зрения человека, занимающего такой должности. Спасибо большое, Григорий Францев, представитель Федерации велосипедного спорта Кировской области, с нами на связи был. Сейчас попробуем еще двух человек успеть набрать наших экспертов. Не успеем, но хотя бы одного попробуем набрать. Я очень надеюсь все-таки на наших продюсеров, которые оперативно нам сейчас наберут. Четыре минуты у нас остается до конца эфира. Пробуем сейчас, да, если получится. Ну, вот тоже, да, получается, интересный вопрос, насколько вообще возможна такая ситуация, да, когда, с одной стороны, человек вот тут вот что-то делает, а здесь что-то забирает. Не, ну, просто вот мне, например, ситуация с Парком Победы для меня очень показательная. То есть, ну, человек, который понимает, как работают вот эти все рычажки. Дарья Орлова с нами на связи, главный редактор делового журнала «Меркурия». Дарья, добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, да, Даша, хорошо ли вы нас слышите? Просто какая-то пауза была. Да, хорошо слышу. Хорошо слышите. Я просто попросила вас набрать, почему. Я смотрю ваш комментарий, да, в Фейсбуке, как раз вот к этой новости про Илью Шульгина. Мне кажется, скоро ни один более-менее адекватный и эффективный человек не согласится чем-либо управлять в Кирове, потому что исторически так сложилось, что ты в итоге присядешь. У нас вот сейчас Григорий Францев, да, говорил, что, ну, вот эта ситуация, она может быть просто следствием того, что какие-то там документы, может быть, Илья Шульгин не изучил как следует там, да, или, может быть, это месть за что-то, да, может быть, политические игры какие-то, я не знаю. Вы вообще верите в то, что Шульгин сознательно там пошел на какие-то коррупционные преступления? Ой, ну, слушайте, мы там вряд ли когда-то узнаем это точно, потому что вот уровень доверия к власти и уровень доверия к силовикам в обществе на сегодняшний день однаково низкий. Но мне, честно говоря, кажется немного сомнительным, что он пошел бы на это на фоне, вот, во-первых, недавнего дела Никиты Белых, когда и так много пристального внимания, да, к чиновникам. Вот, ну и там, во-вторых, на фоне того, что сам в тот же момент давал показания по Букову. Ну, это прям надо быть вообще без тормозов, а он вроде бы человек без губы, кажется, поэтому не знаю. Хотела бы верить, что нет, но природа человеческая зачастую очень интересно. А вот это вот на самом деле ситуация с тем, что заводятся вот эти постоянно уголовные дела. Я помню, просто несколько лет назад аналогичную проблему поднимали в ОСМО, этот Совет муниципальных образований, да, потому что была такая волна вот этих вот мелких дел, да, за какие-то мелкие взятки, еще чего-то на местах. И то есть они высказывали опасения, что никто не соглашается, правда, идти, потому что это тебе практически всегда светит каким-нибудь уголовным делом. То есть вот это правда, думаешь, может такое случиться? Меня в данном случае больше всего напрягает именно это. То есть сама конденция, эти бесконечные мастер-шоу с участием первых лиц. На мой взгляд, все это очень сильно сокращает наши шансы жить в нормальном городе и иметь власти каких-то профессиональных и эффективных менеджеров. Потому что ни один разумный человек, даже если он там настроен принципиально соблюдать закон, не захочет управлять городом и регионом с такой хроникой посадок. Потому что вот ты смотришь на весь этот бэкграунд, знаешь, как работает система, складываешь в голове 2 плюс 2 и понимаешь, что с большой долей вероятности ты тоже сядешь. Ну, просто потому что исторически так сложилось. И вот это, конечно, меня беспокоит в данном случае прям очень в последнее время. Спасибо большое. Дарья Орлова, главный редактор делового журнала «Меркурий», была с нами на связи. Не успеваем мы набрать Дмитрия Русских, который сейчас в дороге где-то там на... Ну, я думаю, мы к этой теме еще не раз вернемся. Думаю, Дмитрий вернется в город, да, и мы обязательно с ним эту тему обсудим. Спасибо большое нашим продюсерам. Первый час разворота завершен. Первый час разворота завершен.